В той или иной степени человеческий организм подвергается радиации ежедневно. Однако есть места на Земле, где уровень радиации значительно выше. В этом выпуске мы подготовили для вас 10 самых радиоактивных мест нашей планеты. Чернобыль, Припять, Украина. 26 апреля 1986 года на атомной электростанции прогремело два взрыва. В окружающую среду было выброшено огромное количество радиоактивных веществ. Это крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики и по количеству погибших и пострадавших, и по экономическому ущербу. В результате более 6 миллионов человек подверглось радиоактивному излучению. На сегодняшний день не все реакторные установки и загрязненное радиоактивными веществами оборудование законсервировано. Работы ведутся и будут закончены только в 2028 году. Припять стал городом-призраком. На много километров вокруг него сохраняется высокий радиационный фон, делающий эту зону непригодной для проживания. Во время Чернобыльской трагедии более 200 тысяч квадратных километров подверглось радиоактивному загрязнению. Из них 70% территория Беларуси, Украины и России. Кстати, в наши дни вы можете взять экскурсию на место ядерной катастрофы. Экскурсия включает в себя четырехчасовую прогулку и даже обед в столовой номер 19 Чернобыльской АЭС. На маршруте вас будут сопровождать гиды-работники АЭС. А до и после маршрута вы будете проходить через рамки радиационного контроля, чтобы быть уверенными в том, что вы полностью чисты. А пока мы не перешли к следующему месту, не забудьте поставить лайк данному видео и напишите в комментариях, что вы думаете о турах подобного рода. Комплекс Хэнфорд, Вашингтон, США. Хэнфордский комплекс в Вашингтоне на берегу реки Колумбия входил в состав американского проекта по разработке первой в мире атомной бомбы. Его основной специализацией было производство плутония. По подсчетам, в цехах завода собрали почти 60 тысяч боеголовок с ядерным зарядом. Именно здесь были изготовлены бомбы, которые сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки. Хэнфорд – крупнейшее в США место захоронения радиоактивных отходов. Несмотря на то, что объект давно закрыт и выведен из эксплуатации, содержание в нем опасных веществ по-прежнему очень высоко. Это одно из самых загрязненных и радиоактивных мест на Земле. Средиземное море. Та часть моря, которое омывает Апеннинский полуостров, и ближайшие острова используются для захоронения радиоактивных и других токсичных отходов. С 1994 года в водах Средиземного моря затоплено около 40 кораблей, нагруженных радиоактивными веществами. Всему виной итальянская мафия, которая промышляла таким бизнесом на протяжении двух десятков лет. Побережье Сомали. В 1980 году швейцарские и итальянские предприятия втайне сливали отходы вдоль всего побережья Сомали. Берег стал местом захоронения и затопления 6 баррелей радиоактивных отходов. По мнению представителей ООН, бочки с химикатами были выброшены в море еще в 90-е годы, а в 2004, в результате цунами, они оказались на побережье Сомали. Воздействие радиации не прошло бесследно. Последовала волна новорожденных с дефектами, мутациями. Для и так бедного населения и разрушенного анархией государства это сказывается губительно. Производственное объединение Маяк. В течение многих десятилетий производственное объединение Маяк, находящееся на северо-востоке России, являлось местом расположения огромной атомной электростанции. В 1957 году здесь произошел выброс порядка 100 тонн радиоактивных веществ, что привело к заражению радиацией огромной территории. Из-за сбоя в системе охлаждения рванула емкость с ядерными отходами. В результате схранилище сорвало крышку весом 160 тонн и свою дозу радиации получили более 230 тысяч человек. Сила взрыва и количество выброшенных вредных веществ были в 19 раз меньше, чем годами позже в Чернобыле. Это стало первой радиоактивной катастрофой на территории СССР. Руководство Маяка тщательно скрывало факт случившейся катастрофой и осознанно сбрасывало радиоактивные отходы в прилегающие к комплексу окрестностей и озеро Карачай. В 1990 году озеро было настолько загрязнено, что, постояв на берегу, можно было получить колоссальную дозу радиации, способную даже убить. По подсчетам экспертам, воздействие радиации в этих краях подверглось более 400 тысяч человек. Станция Селлафилд в Великобритании. Селлафилд – высокоаварийный атомный комплекс на западном побережье Ирландского моря в Великобритании с 1956 года, отравляющий экологию региона. Причем не только атомом, но и асбентом, который вызывает рак. Изначально в этом месте производили плутоний для атомных бомб. На сегодняшний день две трети зданий, которые там находятся, хранят в себе радиоактивные отходы. Это опасный объект, выпускает около 8 миллионов литров загрязненных отходов каждый день, оказывает губительное влияние на природу и воды Ирландского моря. Сибирский химический комбинат. На протяжении нескольких десятков лет ядерный комплекс в Томской области был одним из крупнейших заводов по производству продукции для ядерного оружия. В результате аварии в 1993 году на радиохимическом заводе произошел выброс радиоактивных веществ в атмосферу, и 1946 человек подверглись облучению. После распада СССР его законсервировали и стали использовать для хранения токсичных и ядерных отходов. Бочки, в которых содержатся радиоактивные вещества, находятся в очень плохом состоянии. В любую секунду может произойти утечка и, как результат, заражение радиацией грунта и грунтовых вод. Прилегающие к комбинату территории, несмотря на кажущуюся чистоту и первозданность местного ландшафта, стоят в себе опасность для всего живого. Семипалатинский полигон в Казахстане. В годы Холодной войны Семипалатинск, который в те времена принадлежал СССР, несмотря на проживание в нем порядка 700 тысяч человек, был признан идеальным местом для проведения испытаний ядерного оружия. Именно здесь СССР взорвал свою первую атомную бомбу. С тех пор прошло уже много лет, но полигон удерживает позиции одного из самых радиоактивных мест на планете с наибольшей концентрацией ядерных взрывов. За 40 лет здесь было проведено 468 испытаний. Заражению радиацией подверглись более 200 тысяч жителей Семипалатинского региона. Рудники Майлу-Суу в Кыргызстане. Радиационное излучение в этом районе исходит вовсе не от электростанций и ядерного производства, а от отходов, остающихся в результате переработки добываемого здесь урана. В 1958 году здесь произошла авария. Весь материал попал в речку Майлу-Суу и на территорию города. За 20 лет работы порядка 40 свалок с зараженными радиацией материалами разбросаны по территории общей площадью около 2 миллионов кубометров. Опасность представляет и высокая сейсмическая активность региона, способная посредством землетрясений и оползней спровоцировать попадания радиоотходов в окружающую среду. Это самая большая свалка радиоактивных отходов во всей Средней Азии. Фокусима, Япония. 11 марта 2011 года Япония пострадала от крупнейшей в истории страны землетрясения и цунами. Ударная волна вывела из строя все внешние источники питания систем охлаждения атомной электростанции Фокусима-1, и они отключились. Как следствие, расплавилась активная зона трех реакторов, что привело к нескольким взрывам и сильной утечке радиации, которая была обнаружена в 322 километрах от электростанции. В декабре 2013 года АЭС была официально закрыта. На территории станции до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Случившаяся на Фокусиме катастрофа считается самой страшной ядерной аварией после Чернобыльской АЭС. Специалисты считают, что последствия атомной катастрофы будут ощущаться еще несколько столетий. КОНЕЦ